всем привет на столе у меня лежат удобрения и сейчас я немножко расскажу что я вообще хочу сделать но прежде чем приступить к разведению удобрения хочу немножко рассказать о этом удобрения как-то заходя в магазин девушка-продавец мне посоветовала купить вот это удобрение гумат плюс 7 и рассказав о том что ее растения зацвели даже те которые не хотели цвести но я решила его купить благо то что она стоит копейки мы все знаем что такие удобрения не стоит пределах 10 рублей 10 11 до 15 рублей но вот это удобрение пролежала у меня уже три года и я даже ни разу его не использовала но и как-то пошла я в магазин что-то посмотреть цветочной и мне встретилось следующее удобрение это удобрение гумат плюс 9 для роз и это для роз роза написано нарисованы но и здесь не только роза но и фрукты и овощи так вот глядя вот на этот гумат плюс 9 я вспомнила об этом удобрении и решила купить вот это удобрение гумат плюс 9 в нем гораздо больше микроэлементов если там плюс 7 здесь значит уже плюс 9 так вот я его купила и решила подкормить свои орхидеи скажете вы удобрение для роз овощей а вы собираетесь подкармливать фаленопсиса дело в том что мы подкармливаем фаленопсиса не только удобрениями которыми именно непосредственно и предназначено для фаленопсисов но все-таки мы подкармливаем хотя сделаем состав немного слабее и ничем не хуже результат получается чем именно непосредственно удобрение для самих орхидей я также пользуюсь удобрением для кактусов и мне очень нравится моим орхидеям тоже очень нравится я замечаю какие-то перемены но для того чтобы увидеть настоящий эффект нужно не с первого раза подкормить удобрением растений свои для того чтобы увидеть результат нужно подкормить хотя бы четыре раза в месяц ну и посмотреть дать время не 3 4 5 6 7 дней а в течение месяца мы должны заметить результат потому что ничто не растет очень быстро бегом и все тем более растение заметно конечно медленно продвигается но все-таки растут и вот окончательный результат мы можем дать только по истечении некоторого времени так вот удобрение это это гумат он очень хорошо и легко разводится горячей водой сейчас я его разведу в литре воды вот этот вот пакетик в котором всего 20 грамм препарата разведу одним литром горячей воды но и все это будет у меня как бы приготовленный раствор для дальнейшего его использования а дальнейшее его использование будет такое что например корневая подкормка это четыре столовые ложки берешь этого препарата вот и разводишь на 10 литров воды а так как мы можем делить две столовые ложки на 5 литров воды 1 столовая ложка на два с половиной литра воды но если вы хотите использовать это удобрение постоянно при каждом применении можно гораздо сделать одну чайную ложечку чуть не полную чайную ложечку на 2 с половиной литра воды так вот сегодня я хочу развести это удобрение сейчас я буду разводить дам немного ему настояться все-таки вот течение несколько часов ну а потом я обязательно вместе с вами буду подкармливать орхидею для этого я взяла вот такую банку чтобы уж наверняка высыпаю туда весь препарат черный препарат мы знаем что гумат он обладает такого цвета органические удобрения не всегда темного цвета ну и залью литром горячей воды литр горячей воды заливаем получилась вот такой вот объем как раз я взяла посуду размером больше для того чтобы можно было как-то помешать сейчас у меня раствор этот настоится я наставлю настою его в течение нескольких часов там например могу час могу два вот и потом я его уже буду добавлять в приготовленную воду в виде подкормки этот препарат не напоминает как бы фитоспорин фитоспорин в пасте его также очень хорошо разбавляем ну и потом уже всегда готовый препарат на готове берешь только нет необходимое количество препарата и разбавляешься литром воды очень удобно очень просто очень хорошо сейчас у меня постоит я потом солью этот препарат в баклажку а можно даже не баклажку можно оставить здесь просто закрыть крышкой но и все время меняет удобрение будет на готова сейчас препарат настоится и мы с вами будем поливать орхидеи для этого я приготовила литр теплой воды ну и шприцом сейчас возьму немного препарата возьму 1 грамм 1 кубик даже можно чуть поменьше так ну и добавлю в литр воды раствор поту получился светлый даже незаметно что добавляла я туда препарата не дали не добавляла но это первый раз я думаю для первого раза вполне достаточно если мы будем подкармливать периодически при постоянном поливе добавлять по немного удобрения все равно эффект будет неплохой я знаю что у многих результат очень хороший люди многие пользуются таким методом подкормки но я начала подкармливать потому что пришла весна мы все знаем что весной растение просыпаются и их пора уже подкормить тем более что я свои растения не поливала я их проливала только чистой водой мои растения соскучились по вкусной пище ну и хочу я вот этот промежуток времени март апрель май подкормить своими удобрениями а там будет видно летом стоит их подкармливать или нет как я говорю летом очень жарко орхидеи не нуждаются в обильном поле в ней нуждаются в обильном питании потому что они как бы входит ступор от того что очень жарко но когда приходит прохлада наше растение опять оживает их опять можно подкормить перед зимой ну а зимой по желанию можно кормить один раз в месяц но это по вашему желанию так вот я выбрала орхидею поставил ее на пьедестал сейчас я подниму свою камеру смотрите у меня вот эта орхидея растет в горшке в моем любимом горшке кстати следующее видео у меня выйдет пересадка орхидеи я ее пересаживает такой именно в такой горшок и именно с торфяным стаканом не удаляет торфяной стакан это моя первая орхидея которые будет пересаживаться перевалкой именно с торфяным стаканом и проливаться также как и все мои орхидеи если будет кому-то интересно я приглашаю вас просмотру следующего моего видео которое выйдет на следующий день так вот почему я хотела подкормить именно эту орхидею это орхидея я ее называют цыпленок у меня она желтого цвета похоже на мая только ума и красные штрихи а у этой орхидеи они как бы в краб такие крапушки крапушки такая же красивая очаровательная губа и размер примерно такой вот я ее покупала наверное уже прошло больше полгода орхидеи пока отдыхает купила ее с растущим цветоносом сейчас я вам его покажу он вот вот он сейчас я покажу вот он цветонос который который замер как он пришел ко мне в дом с таким цветоносом с таким цветоносом и живет до сей поры и вот я думаю проснется этот цветонос или нет но подкармливать я начинаю не из-за того что проснется он или нет а для того чтобы нашим орхидеям нужно питание нужны удобрения нужны микроэлементы потому что без этого жизни нет всему нужна подкормка так вот я начинаю подкармливать проливая орхидею по краю горшка как я делаю это всегда аккуратненько сейчас я не буду сто раз ее проливать просто этим литром пролью орхидею и думаю и будет ей достаточно ну вот как бы и все так вот началась подкормка пришла весна и пора уже применять некоторые удобрения но с вами я буду прощаться до следующего видео всем до новых встреч на моем канале всем пока пока